Всего один день ушел, чтобы прокачать ТХ-3. На ТХ-4 дают аж ускорение на 3 дня, и я постараюсь максимально использовать это. Ну а сегодня у нас переход на ТХ-4. Всем привет, друзья, с вами Тим, и это новое видео на аккаунте Недоначу. И сегодня у нас уже прокачалось ТХ-3. На ТХ-3 я абсолютно все прокачал, даже сборщики до 6 уровня. Ну, в общем-то, каждую ратушу, как я и сказал, буду абсолютно фулить. И поэтому сегодня у нас переход правильный на ТХ-4. Хотя, как вы поняли, и на ТХ-3 он может быть и неправильным, или правильным. Короче говоря, там не важно, что ставить. Самое главное, чтобы вы выставляли все и быстро прокачивали. Поэтому я сейчас буду придерживаться такого же и хода. Просто буду все выставлять, так как тут не так уж и много добавилось. Всего лишь парочку ловушек, на которых, кстати говоря, даже времени нету. Ну и немножко дефенса, который тоже будет в виде забора, естественно. Тут в основном добавляется только забор. Ну и по новой прокачивать остальные прокачки нужно будет. Но самое главное, это, конечно же, забор. И его я выставляю абсолютно весь. Из ресурсов нам остается выставить только строители. Естественно, мы это пропускаем. Гемов я пока что не накопил на это. А из дефа всего остается ПВО. Кстати говоря, это новое строение дефа. Ну и плюсом башня лучниц. И ее я тоже сразу же выставляю, так как времени это сильно много не занимает. А после этих выставлений я уже буду прокачивать определенные строения, которые нам уже в будущем помогут. И, кстати, на этой ратуше я уже могу восстановить деревню строителя. Но это я сделаю в следующем видео. А сегодня я все же закончу переход. И, кстати говоря, тут мусор есть. А это плюс гемы. Не забываем совет, который давал в прошлом видео. Весь мусор, который только что вырос, сразу же удаляем. И за это получаем гемы. Кстати говоря, в профиле нам награды после перехода никакие не дали, потому что дают награду на ТХ-5. И, кстати говоря, я немножечко подкопил тут ресурсов на переход. Я не собирал звездный бонус еще сегодня. Кстати, Х4 звездный бонус это 800 тысяч. То есть я сегодня сделаю просто атаки. И за это получу ресурсы, на которые смогу вкачать очень много забором. Если бы я был бы более высокой ратушей и выставил бы строение дефа на сутки, на два где-то, то это было бы неправильно. Так как после перехода в основном качают клановую крепость, лабораторию. Ну, именно на этих ратушах. Возможно, казармы, лагеря. Ну, в общем-то, то, что принесет профит. А я же поставил ПВО. Но это всего 3 часа, поэтому терпимо. А вот КК я могу даже сразу же без раздумий просто взять и поставить на 8 часов. Ну, и после этого, как я закончу весь переход, я, конечно же, поставлю лабораторию. Качается она всего час, но при этом я смогу дальше прокачивать войска. И это, конечно же, круто. У меня остались сейчас ресурсы, которые пойдут в прокачку забора. Кстати говоря, уже не хватает, уже надо собирать. Но у меня всего хватает. Можно собрать отсюда еще раз и еще раз прокачать. Кстати говоря, эликсир, похоже, на этой ратуши будет тратить вообще некуда. Так как все недорогое, но при этом эликсира очень много. Особенно звездный бонус 800к. Мне кажется, каждый день можно даже и не фармить. Этих ресурсов хватит на очень многое. Ну и я предлагаю вам пойти и зафармить бонус. На данный момент мне не важны ресурсы от соперника, так как звездный бонус вы сами видели. Поэтому я просто буду выбирать соперника, которого я буду сносить на 3 звезды. И это будет намного эффективнее, намного лучше. И, кстати говоря, на ТХ4 уже появляются трапы. И поэтому нужно будет уже опасаться, когда я буду бить таких соперников. Все же, два кабана с КК, они, конечно, приносят нереальный профит. А вот варвары второго левла пока слабоваты. Но для этого я сегодня и поставлю лабораторию. Так что это делается не просто так. Кстати говоря, варваров так много скинул я, по-моему, очень зря. Хотя они, кстати, варятся быстро и жалеть не стоит. Но скоро лагеря прокачаются и место будет поболее. И вариться они будут дольше. Но, кстати, и атаки изменятся, так как больше варваров, лучше атака. Хотя, чё я о варварах? Ну да, кстати говоря, человек, у которого есть аккаунт варвара, это всё сказано. На самом деле, это есть и другие войска, которыми я тоже буду играть. Нахожу самых сложных соперников, как видите, и буду их сносить. Две звездочки мне сейчас нужно получить, чтобы забрать бонус. И, кстати, я сейчас глянул хранилище клановой крепости. И оно там 900 тысяч, то есть, вы понимаете, да, к чему я веду? Это прокачка всего забора в сегодняшнем выпуске. То есть, я, по сути, ничего не сделал. Просто перешёл, зафармил звездный бонус, его потратил, и уже фул забор на ТХ-4. Не, ну это очень легко. Мне кажется, на этой ратуше больше всего будет ждать и тяжело будет прокачивать сборчики. Так же, как и на ТХ-3, но, как вы знаете, я фулюсь, поэтому, ну, сколько, ну, день ещё потрачу. Хотя, всё апается тоже быстро, но всё же уйдёт на этот день, я думаю, точно. Если на ТХ-3 у меня ушло столько, бывают моменты, просто не успеваешь даже заходить и ставить что-то на прокачку. Забываешь там или ещё что-то. Но, как бы, я не спешу. Хотя, чё тут не спешу, блин, спустя неделю, бац, у меня уже ТХ-7, да, будет? Не, ну это реально факт. Звёздный бонус прилетел. Кстати говоря, сегодня обновится ещё один бонус, блин, ну это, конечно, имбово. И, да, если бы было бы хранилище большое, я бы смог выбрать и вкачать бы весь забор. Но придётся по 10 тысяч, скорее всего, прокачивать. Хотя, можно, кстати, сократить. Ну, давайте попробуем. Соберу я сейчас в хранилище ресурсы. Вот так вот, например, порежем. И выберем забор. О, кстати говоря, вообще легко прям. Ну-ка, выбрать 120, уже не хватает. А, подожди, не хватает, я же потратил ресурсы. Кстати говоря, блин, я забор вкачаю буквально за сколько секунд-то? Это, по-моему, самая быстрая прокачка забора. Даже на ТХ-3 такого не было. Но это даже лучше. Это быстрее приведёт к прокачке... Точнее, не к прокачке, а к выставлению какой-то интересной расстановки на ТХ-4. Но это я, как сказал, сделаю в следующем видео. И, в принципе, нам нужно прокачать... Да, вообще легко. Я просто смотрю на количество ресурсов и понимаю, что это легко. Если будет нелегко, то через час я зафармлю ещё один бонус, и это точно будет легко. Так, давайте ещё соберём. Но тут, скорее всего, редка уже не хватит, так как слишком длинный ряд. Я, кстати говоря, выполнил какое-то задание. Ну да, немножечко не хватает, поэтому давайте порежем. Вот так вот, бац, 110 тысяч это стоит у нас. И... Давайте ещё соберём. Эх, по-моему, сейчас чуть-чуть не хватит прям. Но вообще эпично так-то. Если задуматься, что я вкачал забор за... Две минуты, это круто. Вот бы на ТХ-5 это вообще было бы эпично. Итого, все ресурсы потрачены. В сегодняшнем выпуске мы прокачали с вами забор до четвёртого уровня. Это не такой высокий левел, но всё же приятно. И остаётся поставить лишь только на прокачку лабораторию. Не забывайте заходить в серебряный пропуск и выполнять отсюда вас задание. Так как вы получите за это гемы. Ну, по крайней мере, будете получать вот тренировочные зелья, которые вам не нужны. Войска варятся быстро, это плюс 20 гемов. Также вот у вас зелье изучения есть. Ну, конечно, да, волшебных предметов тут не так много, но всё же, вы получите за это гемы. Так что вот я уже получил. Собираю гемчики, золото, пускай пока висит, оно мне не нужно. Ну и, как бы, уже 50 гемов со вчерашнего дня. Как бы с пустоты, я считаю, очень даже неплохо. Хотя до покупки четвёртого строителя ещё очень-очень долго. Опа, заберите 800 тысяч золотых из сокровищницы. Вообще легчайшее было. Просто за один бонус зафармил эту награду. Но одно я знаю точно, что аккаунт нужно в таком же темпе прокачивать быстро, так как на ТХ-6 у нас открываются игры кланов. И только представьте, сколько всего я могу продать с этих волшебных предметов и получить гемов. Это просто рай для накопления. Не стал я как-то заморачиваться с расстановкой и просто всё удалил и построил по новой. Конечно, она не очень будет стоять в защите, хотя я понял по низкой ратуши, что тут бесполезно строить какие-то читерские расстановки, выставлять на улицу сборщики, там ещё что-то мутить, как раньше мы это делали. Как минимум, мне кажется, нужно строить расстановки примерно с ТХ-6. А тут же я как бы просто построил, можно сказать, квадрат, засунул туда основной дефенс. Ну и надеюсь, как-то это будет защищать. И ну хотя бы на две звезды. Просто если смотреть по моей прошлой расстановке, то в основном всегда меня стасили на три звезды. Либо ратуши повыше, либо просто ратуши повыше. Ну, КК тут, конечно, решает. Сами знаете, если человек в КК возьмёт даже тех же самых двух хогов, то это уже отразится сильно на атаке. На данный момент мне нужно играть только ради кубков. Иначе как это объяснить, что у меня целая куча ресурсов, но при этом я иду в бой? Ну, конечно же, ради кубков. Так как за это дадут очень много гемов, поэтому буду выфармливать кубки сначала за 750 трофеев дают у нас награду, а уже потом за 1250. За 750 трофеев, конечно, можно сказать, ничего не дают. Там, ну сколько, 10 или 5 гемов. Но тоже, кстати говоря, профит. Я как говорил, со всех мест вы выфармите немножко гемов, и у вас как раз таки со временем накопится настроителя. Самое главное, по одному, по 5, по 10 гемов никуда не транжирить. И тут я решил не тратить хогов, так как нет в этом смысла, соперник слабый, но при этом за него дают аж 15 кубков. Хотя я встречал тут и 20 кубков, но там прокачка была уже фулл ТХ-5. Я не знаю, почему тут так дают мало кубков ТХ-4. Возможно, им уже на этих трофеях не место, но все же находятся соперники, где дают и поболее трофеев. Правда, боишься насчет клановой крепости. Это самая основа. Если будет в защите КК, то это все. Максимально быстрый слив. И тут как бы тоже было бы не исключение, если бы там были бы, к примеру, шарики. И лучницами второго левела навряд ли бы я справился с шариками. Хотя то, что разработчики ввели, что фулловые войска нельзя брать в КК низким ратушем, это, с одной стороны, плюс. И, кстати говоря, фига себе хоги обрулили. Вы просто видели этот мув? Хоги обрулили сразу две джамп-ловушки. Это офигенно. Это круто. А так бы минус два хога было бы. Мне кажется, этот чел что-то подразумевал, что на него будут нападать хогами и поставил туда ловушки. Либо просто было пустое место. Но это еще плюс трофеи. Поставил уже на прокачку лабораторию и буду дожидаться, чтобы потом поставить какого-то юнита на прокачку. Ну и я считаю на сегодня переход завершенным, так как я сделал все самое основное. И, слушайте, с таким ускорением на три дня я, по-моему, уже завтра буду переходить на ТХ-5. Так как все качается достаточно быстро, дешево и на все хватает ресурсов. Самое главное, что теперь три строителя. И это, конечно же, упрощает задачу. В следующем ролике я уже буду восстанавливать корабль и идти на деревню строителя. Ну и плюс посмотрим изменения на ТХ-4 за один день. Поэтому на сегодня все. Обязательно ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь. Всем удачи. Всем пока.